Доброе утро! Сегодня я пригласил на завтрак одного из ведущих преподавателей Высшей школы менеджмента Петербургского государственного университета, одного из лучших преподавателей программы Executive MBA, программы MBA для руководителей, которые реализует Петербургский университет, кандидат психологических наук, доцента Андрея Леонидовича Замулина. Андрей Леонидович у нас признанный эксперт в области лидерства, и поэтому сегодняшнюю тему нашего завтрака мы обозначили как лидерство в эпоху знаний. Но и с самого начала, Андрей Леонидович, давайте с вами определимся, а кто он такой современный лидер, тем более в эпоху знаний. И есть ли какая-то эволюция в лидерстве? Ну, хороший вопрос. И вот недавно я публиковал статью «Лидерство в эпоху знаний» в нашем профильном вестнике университета. Но, знаете, вопрос, он с одной стороны простой, с другой стороны ответов очень много. Мы можем глубже понять, что происходит. Вот с моей точки зрения, основной тренд, который сейчас позволяет понять логику развития лидерства, заключается в том, что, условно говоря, можно выделить три этапа развития лидерства. Первый этап – это лидер, который ведет за собой, который придает энергию, ну, метафора, может быть, такой паровоз или тепловоз, который при этом еще сам перед собой прокладывает дорогу. Хорошая сцепка с сотрудниками, хорошая сцепка с последователями, и этот лидер знает направление и придает энергию. Это первая парадигма лидерства. Может быть, она доминировала то, что мы говорим, когда упоминаем традиционное лидерство. Наверное, такой тип лидерства, он и существует, и мы с ним постоянно сталкиваемся. Но лидерство не стоит на месте. Действительно, принципиальное изменение эпохи, когда продукты становятся уже интеллектуальные, когда невозможно просто пересчитать и отконтролировать легко работу сотрудников, привело к тому, что появился новый тип лидерства. Это, ну, как метафора тоже, это лидерство оркестр. Точнее, это лидер, дирижер оркестра. При этом уже люди очень разнообразные. Люди занимают свое место, если мы говорим о компании, свое место в соответствии со своими способностями. Они очень разные. Они играют на разных инструментах. Есть ведущая партия, а есть те, которые поддерживают эту ведущую партию. При этом лидер выступает в роли человека, который контролирует общую мелодию. То есть это вот метафора лидер как дирижер оркестра. Лидер в этом смысле выступает в роли или соучастника такой творческой музыкальной группы, или даже он рядом с этой творческой группой, вот она что-то играет, условно говоря, такие мелодии. Она ищет, эта группа ищет какой-то новый свой голос. А лидер, может быть, в это время просто наблюдает за публикой, за рынком, за обществом, на что зовется вот это общество. Поэтому современный уровень лидерства, это уже лидерство, где иногда его называют латентное. Это лидерство, где мы уже не так просто, собственно говоря, лидера определим, где он находится. Он свободен, он движется по сетям, он движется по мероприятиям, он движется по каким-то интеллектуальным, если так можно сказать, узлам. Это лидерство латентное. Поэтому вот с моей точки зрения, переход от лидерства традиционного к лидерству такой, где руководитель является дирижером оркестра, к лидерству латентному, это такая основная тенденция, основной тренд современного времени. И вот это лидерство в компании, оно имеет несколько измерений. Остается лидерство вертикальное, где руководитель, лидер, он определяет основной формат организации, определяет стратегию, рыночную стратегию организации, определяет ключевые элементы этой стратегии и удерживает организацию на пути достижения вот той выдающейся цели, которую он поставил. Это вертикальный лидер. Его задача обеспечить целостность и движение вперед. Что противостоит лидерству? Власть в организации. Власть в организации. Какая власть наиболее, я бы сказал, разрушительна для лидерства? Откуда она возникает? Что является источником этой власти? Сложный вопрос. Но наиболее разрушительной для лидерства является власть, которая, в качестве авторитарная власть, попытка сконцентрировать все рычаги власти в своих руках. Как мы знаем это из истории, в том числе и нашей страны? Вы знаете, вот это, с моей точки зрения, первый шаг. Второй шаг. Есть в художественном творчестве такое представление, что художник, когда создает свое произведение, это произведение начинает жить своей жизнью. Так вот, что создает авторитарный лидер? Он создает некоторую систему, которая часто называется или содержит бюрократия, или рутина, или вот какую-то систему, которая живет по своим законам. Вот с моей точки зрения, лидер как раз, настоящий лидер, он бросает вызов вот этой устоявшейся системе. Минимальный уровень порядка нам необходим, но в том, чтобы эта бюрократия не стала диктовать правила, не стала диктовать какие-то решения внутри организации. Вот это задача лидера. Правильно я понял, что в этой связи плоские организационные структуры, это фактически организационные структуры, где большая часть полномочий децентрализованы. Абсолютно верно. С другой стороны, ну здесь тоже не надо быть наивным человеком, когда мы говорим о рынке, это борьба. Скажите, пожалуйста, вот все-таки возвращаясь к теме вертикального и горизонтального лидерства, очень часто у вертикального лидера есть желание все усреднить вот в этой плоской структуре. Это правильный путь, как вы считаете? Ну, грубо говоря, идея, что все должны жить по единым правилам, единые процессы принятия решений, либо должно быть некоторое разнообразие в плоских структурах. Лидерство – это жизнь. Это я, вот с моей точки зрения, это высшее проявление жизни. Жизнь – это прежде всего разнообразие. Поэтому лидерство – это высочайший уровень разнообразия. Когда мы говорим о том, что у лидера возникает желание все усреднить... Ну так, чтобы лучше контролировать. Вдруг ошибутся. А отвечать придется вертикальному лидеру. Вы знаете, здесь вот хороший очень вопрос, потому что мы сейчас говорим о реальной жизнедеятельности лидеров организации. Я вообще вот такой секрет не открою, но я вам скажу следующее. Лидеров не существует. Мы создаем прорыв в определенной области, а затем мы хотим с этого нашего действия получать какие-то дивиденды. Мы ради чего-то, мы находимся в бизнесе. Менеджмент это позволяет делать. Сначала лидерство прорыв, потом менеджмент, потом лидерство. Но все равно вот этот ресурс разнообразия, он в компании должен быть. И вот у нас обучение проходит очень много лидеров. И, конечно же, мы обсуждаем, что отличает наиболее успешных лидеров. Вы знаете, вот удивительно, совершенно в разных областях вот этот элемент, он везде присутствует. Когда люди говорят об успешном лидере, эффективном лидере, пусть это будут, например, российские железные дороги, или это будет какая-то IT-компания, по сути дела в разных формах везде лидер с глубоким уважением относится к разнообразию среди людей. С чем он борется? Он борется не с разнообразием, он борется с поведением, которое не соответствует тем ценностям, которые исповедует компания. Андрей Леонидович, я очень рад, что Вы в том числе являетесь членом экзаменационной комиссии при приеме на программу Executive MBA Выше школы менеджмента и проводите вступительное интервью. Но, понятно, есть некоторые правила проведения вступительного испытания, но одним из критериев принятия на программу Executive MBA является мотивация обучения. Это именно то, как Вы понимаете, мотивацию к обучению? То есть, если нет лидерского потенциала, то на программе MBA для руководителей делать нечего? Ну, Вы знаете, опять затронули один из ключевых вопросов по поводу лидерского потенциала. Лидеры рождаются или становятся? Я для себя следующее заключение, что ли, вынесу. Все мы лидеры. Причем это можно сделать прямо сейчас. Мы с Вами в этом убедимся. То есть, каждый... Вы поставите эксперимент на мне. Хорошо. Я просто поделюсь экспериментом, который я провожу уже в течение 10 лет. В начале курса я всегда задаю вопрос... Ну, есть одно из упражнений. Просто вспомнить ситуацию, где Вы были лидером. Просто вспомнить. Ну, и затем люди обсуждают в небольших группах или мы коллективно как-то обсуждаем. Вы знаете, вот через это упражнение прошли сотни людей. Может быть, тысячи. Ни одного человека не было, который бы не вспомнил ситуацию лидерства относительно самого себя. Это совершенно... Но это тоже и другая проблема лидера. Видеть только себя. Я скажу так. И он хорош и замечательен в этом статусе. Но при этом, возвращаясь к разным бизнес-школам. А наша, вот я считаю, та бизнес-школа, в которой я имею честь преподавать, это бизнес-школа открытая. Это площадка для разных мнений. Ну, я пример приведу. Вот с точки зрения даже не работы своей как преподавателя лидерства. Вот под моим руководством и руководством заведующей кафедры Веры Николаевны Мининой, бывшей заведующей кафедры, мы создали и запустили HR-клуб. И условия мы поставили следующее. Каждый раз это не только специалисты HR собираются. Должны быть исследователи в этой области, имеющие хорошие глубокие исследования. И обязательно представители бизнеса. И мы вот эти три стороны, мы начинаем обсуждать какой-то вопрос. И те выводы, те впечатления, которые у нас, у участников возникают, это гораздо более глубокие, если бы обсуждение шло в отдельной аудитории. Вот бизнес-школа, я считаю, наша с точки зрения открытости, позволяет именно позволить себе соприкоснуться с разнообразием. Взять что-то для себя и уже выйти отсюда обогащенным не только знаниями, но и вот этим ощущением жизни, которые, как я глубоко убежден, с разнообразием связаны прямой зависимостью. Андрей Леонидович, спасибо вам огромнейшее за то, что вы приняли сегодня мое приглашение на завтрак. Я думаю, что мы получили очень интересное представление. О сути лидерства и о разнообразии, которые мы с вами вместе создаем в Высшей школе менеджмента, уважаемые друзья. Конечно, Андрей Леонидович сказал, что главная ценность Высшей школы менеджмента – это открытость. Открытость к новым идеям, открытость к новым моделям, открытость к новым людям, открытость к новым абитуриентам. Мы рады пригласить новых абитуриентов, новых поступающих на программы Executive MBA, MBA для руководителей, которые реализуют Высшей школы менеджмента. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.